СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Мы думаем озвучить проблемные зоны, получить различные мнения по этому поводу, озвучить позиции, факты, цифры. И надо сказать, что мы оттолкнулись от эфира, от дневного разворота, который у нас прошел не так давно, буквально недели полторы назад. И здесь в студии присутствует участник того эфира Лунар Гусейнов, президент благотворительного фонда Азербайджан, член общественной палаты Киросковой Остей. Лунар, добрый день. Добрый день. Слава вам аликому. Да, мы говорили о миграционной политике, и мы говорили о различных барьерах, которые встают перед мигрантами, которые желают получить разрешение на жительство. Здесь для того, чтобы успешно заканчивать университет и, возможно, в дальнейшем даже трудоустраиваться, потому что есть и такие люди, которые хотят остаться в Кирове, закрепиться в Кирове. И здесь в связи с этим возникло очень много вопросов. Я сразу скажу, что мы сконцентрировались в том эфире на студентах, хотя есть, естественно, множество других категорий, которые тоже находятся в ситуации не всегда лучшей, и проблемы возникают. Почему мы этот вопрос-то подняли со студентами? Извините, я вот так... Давайте представим гостей, может быть, а потом продолжим. Совершенно верно. Да, давайте. У нас еще два гостя присутствуют. Специалиста в этой сфере. Да, два специалиста, и именно, ну, скажем, первые лица по этим вопросам. Владимир Александрович Ндориков, начальник управления по вопросам миграции УМВД по Кировской области. Добрый день. Добрый день, Владимир Александрович. И Дмитрий Андреевич Кротов, исполняющий обязанности управления государственной службы занятой населения по Кировской области. Добрый день, Дмитрий Андреевич. Да, добрый день. Ну, вот сейчас, Леонор, пожалуйста, а почему мы поднимали этот вопрос, ваше выводное? Еще раз приветствую всех слушателей, вас. Спасибо, что такую возможность нам предоставили, что открыто можем говорить об этом, об этой проблеме. Вот вопрос, почему возник. Мы до этого недавно встречались со студентами, обсуждали вопросы, как они вообще на территории Кировской области проживают, с какими проблемами у них там сталкиваются, какие проблемы возникают в целом. Большинство практически студентов все жаловались на то, чтобы они не могут здесь остаться даже дальнейшим образом жить, как после обучения учебы, учебного года. Жить и работать, да? Да, и жить, и работать, естественно. А вопрос вознял, почему именно так. И вот возникла проблема, что они не могут и не имеют возможность получить разрешение временного проживания, РВП временного проживания, в том числе дальнейшем и вид на жительство, а также потом и подавать на гражданство. И в связи с этим как раз и вот эти вопросы мы подняли с вами, и благодарю вас тоже. А вот на сегодняшний день, конечно, еще очень много вопросов возникло, что вот недавно, как раз 26 числа мы встречались, опять же, встреча у нас была, ну, Азиз Алич там участвовал, тоже он рано ушел, но потом, после этого мы со студентами и молодежью тоже обсуждали вопросы, тоже эта ситуация не изменилась. Из шести присутствующих там студентов один только получил, пяти было отказано. Хотя, говорят, они утверждают, что они записывались через госслуги, портал госслуги на получение, скажем, там, записались на подачу документов на РВП, но, к сожалению, мы отказались, сказали, что уже квоты закончились и не можем вам помочь чем-то. Несколько уточняющих вопросов. О каких именно студентах идет речь? Это из каких стран ребята, где они обучаются? Ну, вот смотрите, в основном стран идет Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан. Ну, естественно, там и были из стран Вьетнама студентка, она учится в Советском хозяйственном университете. Но они почему-то, у них там другой вид, как бы, мы так уже выяснили, что для них уже совсем иной вид получения там идет. Ну, по другим-то странам, видимо, там попроще, скажем, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Армения, там другая ситуация, то есть там попроще, да? Вот такие вот ситуации столкуются. Учатся они в каких учебных заведениях? В основном учатся студенты, которые не получили в Вятском государственном университете и в медицинском университете. А вот число мы можем сейчас сказать, какое число студентов у нас учится и какой там, может быть, процент из них испытывает трудности с получением? Лично ко мне обратились где-то около 40 человек. Ну, я сегодня по телефону разговаривал с человеком, который тоже занимается адвокат, защищать интересы как раз там мигрантов в том числе, да, с ним разговаривали. И у него тоже очень больших, есть большое обращение в пределах, там, он сказал, как пять десяток обращений. Пятьдесят. Да, что люди не могли получать и не знать, что делать, как быть. И самый важный вопрос-то, смотрите, дело в том, что, хорошо, ну, нет квот, нет, да, но люди-то попадают на деньги, тем более студенты. Они сдали документы на, скажем, перевод. Вот они зарегистрировались через госуслуги. Там нужно перечень документов подготовить. Их действие сразу, перечень документов. На сайте есть миграционные службы УМВД по Кировской области, да, там на сайт заходишь, там все четко есть. Есть паспортно-визовая служба, как раз рядом, как раз находится с управлением. Они туда заходят, я сам лично их туда направляю, потому что паспортно-визовый центр очень хорошо работает. И они там же помогают, и перевод делают, и наториально заверяют. Это все деньги стоят. И они платят денег, это все оформляют. Но это служба-частная структура, да? Ну, это как бы полугосударство, раньше там, я могу сказать, что там она... Одна из... Это структура МВД. Ну, структура МВД, но она как бы занимается в том числе еще... Но оказывает платные услуги. Оказывает платные услуги. Понятно. Как бы получать еще бизнес здесь, как бы бизнес развития. Почему это проблема для студентов? Я думаю, что наш дорогой гость... Нет, нет, не почему она возникла, и действительно ее оценку сейчас мы попросим, а почему для них эта проблема, почему им необходимо получить вот это разрешение? Ну, а почему необходимо, это очень хорошо. Я могу сказать, почему необходимо. Потому что сами понимаете, что в нашей области славятся, что вот у нас прекрасно есть опорный вуз, студенты к нам переезжают. Есть университет медицинский, они хотят здесь остаться, жить. То есть они обучаются, Эльнур. Да, они обучаются. Они адаптируются, они интегрируются так или иначе. Мы с вами тоже проводили, помните, встречи. После каждого нашего разговора, став студентом, 10 хочет остаться. Естественно, мы им помогаем тоже. Это так как бы молодые кадры. То есть это ребята, у которых сформирована устойчивая мотивация и желание остаться и работать на территории Кировской. Да, и со временем стать гражданами Российской Федерации. Давайте мы теперь обратимся к нашим гостям, к Владимиру Шендорикову в первую очередь. Владимир Александрович, знаете ли вы о такой проблеме? Ну, я не считаю, что, во-первых, это проблема является. Это первое. Но очень благодарен за то, что это обсуждается и выносится на всеобщее обсуждение. По какой причине? Потому что вот вчера была встреча с инвалидами, допустим. И в ходе обсуждения, в принципе, принимались адекватные, во-первых, принимаются адекватные решения. И все-таки первая мысль, которая возникает, что все живут понятиями трехлетней, четырехлетней давности, не следя за теми изменениями, которые происходят в обществе, и в том числе в миграционном законодательстве. А за это короткое время оно значительно претерпело свои изменения в соответствии с новой концепцией, которая была принята в октябре прошлого года. Это речь идет о какой концепции? Концепции миграционной политики Российской Федерации. Потому что все законодательство подстраивается именно под нее. Что касается разрешения на временное проживание. Вы понимаете, что миграционная политика, она можно было бы принимать всех, кто желает. Но существуют, наверное, какие-то общественные интересы, которые должны тоже учитываться. И вот как раз все прохождения этих процедур и предполагают под собой какой регулируемый миграционный поток. Если Российская Федерация за то, чтобы развивалась учебная миграция, все барьеры для учебной миграции сняты. То есть вы приезжаете в Российскую Федерацию, заключаете договор с аккредитованным учебным заведением, и дальнейшее ваше пребывание в течение всего срока обучения обеспечено. Если вы решили повышать свою квалификацию, помимо бакалавриата, значит, следующую ступень проходить, либо следующую аспирантуру, пожалуйста, это все будет для вас основанием для правления срока проживания. Но, значит, если что касается, значит, процедуры разрешения на временное проживание. В принципе, вот как мысль этой процедуры, это один из этапов получения гражданства Российской Федерации. Но эта процедура и это начальная схема, которая была еще разработана в 2002 году, которая работала разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство. Помимо этого, преференции ряду категорий граждан, которые шли без квоты. В настоящее время, значит, было видно, что эта процедура используется не совсем для получения гражданства. То есть зачастую она использовалась как легализация на территории Российской Федерации на длительное время, на период трех лет. Почему мы это видим? Потому что, если, допустим, в 2014 году по причине того, что люди выехали, не прожив и, значит, проживая на территории Российской Федерации менее полугода, было около, ну, от 16 до 20 процентов, когда шло такое аннулирование, то последние два года аннулирование шло практически под 80, там, 78, по-моему, процентов, из-за того, что люди находятся за пределами Российской Федерации, получив РВП за пределами Российской Федерации. То есть цели получения гражданства не было. Как таковой цель. Это трудовые мигранты в основном, наверное? В основном, да, использовалась как трудовые мигранты сезонная работа. Значит, но мы понимаем, что все-таки, ну, исходим из общенациональных целей, так скажем. Общенациональная цель – создать общество уже развивающееся, с хорошим экономическим потенциалом, и для этого необходимы соответствующие трудовые ресурсы. Не просто разнорабочие, не просто тех. Вторая проблема – это демографическая. Нам все равно нужны, большей частью нужны молодые люди. С этим никто не спорит. Но для этого были сделаны ряд серьезнейших шагов. Первый шаг, который был сделан – это признание по получению гражданства через носителя русского языка. То есть все лица, которые когда-либо имели родственников по прямой восходящей линии на территории Российской Федерации, могут через комиссию получить гражданство в упрощенном порядке, отказавшись от гражданской принадлежности страны, где они сейчас являются. Что такое прямая восходящая линия? Мать, отец, бабушка, дедушка. Следующий вопрос. Следующий вопрос – это те территории, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, мегаполисов, приняли государственную программу переселения. В том числе государственная программа переселения принята в Кировской области. Эта программа позволяет именно любому соотечественнику, а понятие соотечественника, как вы знаете, это очень широкое понятие. Это какая-либо связь когда-либо с Российской империей, с Советским Союзом, с любым. Вот для нас сейчас в приоритете – это именно рассмотрение вопросов участников государственной программы. И, в принципе, уже за прошлый год программа, если она заработала только, несмотря на то, что она заработала практически с сентября, уже фактически даже переехало 44 человека и 26 семей, да, Витальяна Томсович? Ну да. 26 семей именно по этой программе. При этом приезжали квалифицированные кадры, которые востребованы на рынке труда. Значит, и еще, но по РВП, кроме того, были введены дополнительные ограничения. И когда, вот в настоящее время, пока они не работают. То есть по РВП должен быть отбор. Это предполагает законодательство, но законодательство не прописало пока порядок этого. Те, кто может получить РВП, то не может. Критериев нет пока. Да, пока нет критериев. Когда это будет прописано, вот тогда те проблемы, которые возникают из студентов, я думаю, будут сняты. Потому что они, как молодые, обученные на территории Российской Федерации, будут иметь преимущество. Вы помните, мы в 2015 году предложение сделали какое-то? Не как носители, просто как квалифицированные кадры. Эта комиссия, предполагается, будет создаваться при правительстве Кировской области. И тогда вот таких вот разговоров о том, что кто-то получил, кто-то не получил, он сам с собой отпадет, потому что это будет гласно и видно. Сейчас мы вынуждены работать по старой схеме, по порядку записи. Люди записались и, соответственно, как только первые 100 человек заявление подали, мы вынуждены приостановить прием, потому что квота по заявлениям исчерпана. Появится, мы начинаем... А это квота именно по заявлениям на РВП? Да, пока используются по старой схеме, по заявлениям на РВП. Если вы записались на вид на жительство, ну извините, ведь кто-то записался на РВП. И поэтому вот студентов, извините, по отчеству не знаю, говорит, что кому-то отказались. Но они приходят на прием, я с ними разговариваю, я понимаю, что они немножечко, они студенты, они понимают, о чем идет речь. Что такое РВП, что такое вид на жительство. Но так, видя, что они не подпадают под квоту, потому что запись уже длинная, они тихонечко записались на вид на жительство. А потом говорят, что мы пришли, принесли все документы, у нас неприятно. Ну извините, вы записались не на разрешение на временное проживание. У меня есть статистика, сколько человек записался на вид, сколько на... Сейчас мы перейдем. Потом, ведь даже если проанализировать те заявления, которые мы принимали, то сразу же будет видно, что запись шла именно по записи. Потому что туда попали как граждане Таджикистана, как граждане Вьетнама, как граждане Азербайджана, Узбекистана, Украина. Естественно, большая часть, но вот большая часть по записи все-таки идет Украина, видимо, быстрее раньше. Там новый какой-то порядок по Украине. Порядок. Значит, сейчас, вот если говорить о тех поблажках, какие изменения сейчас революционные произошли, это прежде всего касается не только носителей, это госпрограммы. Если вы участвуете в госпрограмме, то гражданство вы после того, как получаете свидетельство на участие в госпрограмме, приезжаете на территорию, получаете РВП и сразу же получаете гражданство. Срок получения гражданства сейчас это до шести месяцев. Но если вы еще и здесь живете, имели РВП или вид на жительство, то практически получив свидетельство, вы через месяц получаете гражданство. Это очень упрощенно. И, конечно же, сейчас основные усилия, основные наши силы будут направлены именно на работу с участниками государственной программы переселения. Почему мы в этом заинтересованы? Потому что в этом случае мы видим, кто к нам приезжает, с какой квалификацией. Но еще одним из условий участия в госпрограмме, это то, что само правительство, когда рассматривают на комиссии, оно видит, где человек здесь сможет обустроиться жилищно, где человек может обустроиться на работу. И это не вызовет никаких либо каких-то социальных потрясений у самого человека. Кроме того, участнику госпрограммы оказывается значительная материальная помощь. Но я думаю, что эта компетенция Дмитрия Андреевича, он лучше об этом расскажет, какие именно стимулы для участия в государственной программе. Что мы наблюдаем, к сожалению, пока на рынке труда? Вот именно те, кто идет трудовыми мигрантами. В принципе, вот у этих же студентов, вот если мы говорим, что они хотят поработать, вопросов нет. Для этого есть, существует специальная процедура получения патента. Вы по окончании вуза, посетив родителей, въезжаете с целью работы, получаете патент. Если вы из стран дальнего зарубежья, соответственно, найдя работодателя, заключив с ним предварительное соглашение, он, если получает разрешение на ваше привлечение, тоже можете здесь остаться и работать. Для тех, кто хочет здесь, имея большие средства, изменения внесены, касающиеся инвестиций. Инвестиции. Да, там большие инвестиции. Инвестиции должны составлять, чтобы налог с этих сумм в течение года 100 миллионов составлял практически. Вот такие должны быть инвестиции для того, чтобы напрямую там получить какие-то документы. Теперь вопрос... 100 миллионов налогов. Теперь вопрос, касающийся... Совокупность налогов. Да, совокупность всех налогов. Это такое. Достаточно большая сумма, то есть достаточно. Но в то же время очень много, то есть без учёта квоты. Вот потому что, несмотря на то, что у нас квота была в прошлом году 100 человек, мы приняли 450 человек. То есть 350 – это те, кто шёл без учёта квоты. Главным образом, это те, у кого, значит, жёны граждане Российской Федерации, либо другой супруг гражданин Российской Федерации. Это те, у кого дети граждане Российской Федерации. В меньшей степени это те, кто, значит, старики, и когда... Потому что здесь очень такое условие жёстко, что либо, значит, иностранный гражданин не работающий, а гражданин Российской Федерации работающий, либо наоборот. То есть напрямую сын, дочь, если оба взрослых нет. Если несовершеннолетний, проблем нет. Если уже взрослые, то тут только вот в таких случаях. И вот в связи с совсем вышесказанным, мне это почему очень хочется. Я готов выступать, готов обсуждать. Потому что сегодня вот даже вижу, что есть некий информационный вакуум с разъяснениями тех изменений миграционного законодательства, которые произошли. И когда на приёме разговариваешь с иностранными гражданами, всегда можно найти путь, по которому он может пройти дальше до получения гражданства Российской Федерации. Потому что современное законодательство для тех лиц, особенно для квалифицированных кадров, для молодых кадров это позволяет сделать. И это чаще всего бывает, может быть, не всегда индивидуально. А просто вот схема 2002 года заработала в 2018, все чётко знают. РВП – вид гражданства. Но других путей пока ещё не видно. Прошло 16 лет. Так, хорошо. Владимир Шиндуриков, начальник управления по вопросам миграции МВД по Кировской области. Лунар хотел прокомментировать. Да, я хотел прокомментировать. Конечно, Владимир Александрович очень хорошо сказал. Но смотрите, здесь, опять же, я не соглашусь. Есть определённые получения. Квот – это есть квота. Не надо путать его с тем, чтобы если у меня супруг гражданин Российской Федерации, я уже без квота. Это совсем другая уже, как бы правильно сказали, законодательство. Мы сейчас говорим про квоты в 100 человек. Да, на территории Кировской области. У меня есть статистика. 477 человек записались на квоты, на получение РВП. 100, то, что Владимир Александрович сказал, что перезаписываю, есть такие ещё хитро поступают, чтобы потом жаловаться на миграционную службу. Я тоже там у них с ними разговаривал, статистику проводили. 126 человек записались также, чтобы потом показать, что вот на вид. Да, вид – это совсем другое, иное получение, допустим, документ, РВП. Скажу, 169 человек было гражданин из Азербайджанской республики, в том числе среди них студенты и работающие молодёжь, а также старики. 176 человек – Узбекистана и 132 человека – граждане Таджикистана. То, что по моим данным, то, что есть у меня там люди записывались, нам жаловались, что они уже не получили. А то, что касается на вид жительства, там 136 человек записались. Из них уже где-то около 20-ти чем-то человек попадали. На самом деле у них там есть родственники, есть дети каким-то образом. И я, конечно, благодарен здесь Владимир Александрович сам лично принимать таких людей. Я сам направлял к нему людей. Он принял, нашли варианты, каким образом им узаконить проживание своего, допустим, на территории Кириллской области. Законный вариант. Есть и незаконный. Подчеркнём. Очень много людей попадает таким же образом. Если они не попали под квоты, они уже уверены, что переехали сюда, хотят жить дальше дальнейшим образом, оставаться жить. Они пишут, когда выезжают на территорию Российской Федерации, пишут там цель выезда написана, гость, частные. Многие пишут, допустим, частные. Потому что если частный написал, ты имеешь право получить РВП. Если работа, ты не имеешь права получить РВП. Тут закон немножко тоже есть в законе коллизия, конечно. И они в унуждении уже выехать. У кого есть деньги, они успевают там выезжать, заново заезжать, чтобы у них 90 дней не стекало. А у кого нет денег, они попадают, остаются здесь, в центре временного содержания. И становятся нелегалами. Да, и мы знаем эти ситуации, мы их разбирали здесь. Что если они в центр временного содержания попадают, я очень конкретно с ними работаю. Понимаете, там на душу человека в сутки 2000 примерно мы считали, когда начальник был у нас на комиссии в рабочей группе по межконферным вопросам в общественной палате, 2700 рублей приблизительно. 2700 рублей на сутки этого человека. Российское государство из бюджета, наших с вами налогоплательщиков, денег тратить на этих иммигрантов. Хотя можно было бы это все обойти. Давайте мы вернемся к вопросу квотирования и трудоустройства, и ценности кадров. Вот сейчас как раз слово Дмитрию Кротову, исполняющему обязанности управления государственной службы занятости населения по Кировской области. Дмитрий Андреевич, анализируя ситуацию по тому, какие нам нужны специалисты, какие въезжают сюда мигранты, кто заявляется на эти квоты, можем ли мы дать оценку? Все равно же, когда на эти 100 даже места вы заявку подаете, вы же оцениваете Кировской области, какое количество людей нужно тоже, каких профессий, Владимир Александрович говорил, какие специалисты. Вот есть большая ли разница между теми людьми, кто заявляется, кто желает, кто хочет, кто въезжает, и той потребностью, которую устанавливает область? Да, спасибо. Первое, что я хочу сказать, что касается иностранных студентов, которые обучаются в наших вузах, в наших учреждениях СПО, убеждены, что не только иностранные студенты хотят остаться в Кировской области, мы убеждены, что они могут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию Кировской области. Поэтому мы, конечно же, тоже заинтересованы в том, чтобы они качественно обучались здесь, получали востребованные на рынке труда профессий, ну и оставались в Кировской области жить и, что называется, работать. Ну и тоже, во-вторых, хочу вернуться к документу, который уже называл Владимир Александрович, да, это концепция государственной миграционной политики Российской Федерации, утверждена она указом президента. Значит, ну и одной из основных задач этой миграционной политики, этой концепции, является добровольное переселение в Российскую Федерацию на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом. Так вот, значит, с 2018 года Кировская область вошла в число субъектов, которые эту президентскую программу реализуют, и, значит, за прошлый год мы одобрили кандидатуры 75 соотечественников, которые, так сказать, при их желании могут стать участниками этой программы. И вот самый яркий пример, что называется участие именно студентов, да, в этой программе. У нас подал заявление об участии в программе «Молодой человек» из Туркмении. Он в 2018 году закончил наш государственный медицинский университет. Ну и в настоящее время он его уже окончил и трудится, значит, в областном центре врачом-анестезиологом. На мой взгляд, самый яркий пример. Насколько мне известно, он уже чуть ли не гражданство получил. Он уже получил гражданство. Вот, вот. То есть такой для нас значимый, скажем так, пример. Что касается работы по привлечению иностранных работников на территорию Кировской области, да. Опять же, этой же концепцией государственной миграционной политики определены приоритеты этой политики. Так вот, одним из приоритетов является приоритет интересов граждан Российской Федерации, да. Ну, объяснять, наверное, ничего не нужно, тут всё очевидно, да. В данном случае, в данном контексте речь идёт о гражданах, о занятости граждан Российской Федерации. Но вместе с тем мы понимаем, что мы не всегда можем удовлетворить потребность работодателей в работниках, да. Ну, в первую очередь, это, конечно же, связано со спецификой такой работы. Ну, вот, опять же, самый яркий пример, да. Ну, там, специалиста по тайскому массажу, ну, там, из числа российских граждан, ну, наверное, никогда не найти, да. Поэтому таких людей мы привлекаем. Ну, и возвращаясь всё-таки к основному разговору, да, я хотел бы воспользоваться случаем и более подробно рассказать, как работает программа по переселению соотечественных. Да, мы сейчас это сделаем, после короткого перерыва у нас реклама. Союз неружимый. Вопросы мигрантов разных категорий мигрантов мы обсуждаем сегодня в программе «Союз неружимый» Азиз Агайев, Светлана Занько. Да. И наших гостей ещё раз мы представим. Илья Нургусейнов, президент благотворительного фонда Азербайджан. Член общественной палаты Кировской области. И Владимир Александрович Шендориков, начальник управления по вопросам иммиграции управления УМВД по Кировской области. Дмитрий Андреевич Кротов, исполняющий обязанности управления государственных служб занятых населений по Кировской области. Всем здравствуйте. Да, начальник управления госслужбы. Дмитрий Андреевич, вы хотели, как раз мы до перерыва уходили на ваши реплики, продолжаем. Да, буквально вкратце хотел бы рассказать, как работает наша государственная программа по переселению соотечественников. Значит, ну, потенциальных участников я бы разделил условно на две группы, да, это соотечественники, которые уже находятся на законных основаниях на территории Кировской области, и соотечественники, которые к нам бы хотели попасть, значит, из-за рубежа. Вот, значит, соотечественник подаёт заявление об участии в программе в управлении по вопросам миграции. Управление по вопросам миграции передаёт эти данные в управление службой занятости. Служба занятости организует, значит, заседание специально созданной при правительстве области комиссии, которая, межведомственной комиссии, которая рассматривает кандидатуры соотечественников. Персонально каждую кандидатуру? Абсолютно верно, да. Значит, в первую очередь смотрится востребованность профессий на рынке труда, да, то есть чтобы соотечественник не шлялся без работы, а смог бы здесь найти свое место, получать заработную плату, ну и, собственно говоря, адаптироваться к российскому обществу. Далее смотрятся какие-либо связи, иные связи с Кировской областью. В первую очередь это наличие родственников на территории Кировской области. Объясню, почему это делается. Мы не хотим, чтобы Кировская область стала, ну назовем это, перевалочной базой для того, чтобы соотечественники, которые там не смогли получить, стать участником программы в другом субъекте России, получили свидетельство участников Кировской области, ну и благополучно уехали работать в Москву и жить и так далее. Мы заинтересованы, чтобы соотечественники оставались в Кировской области и помогали ей развиваться. Так вот, комиссия, значит, предметно, очень тщательно рассматривает всю информацию соотечественников, ну и, соответственно, принимает то или иное решение, после чего соотечественники информируются об этом, ну и, собственно говоря, успешно пребывают в Кировской области. Дмитрий Андреевич, все-таки разница между теми, кто хочет въехать и работать, и теми квотами или расчетами, которые мы устанавливаем, условно говоря, готовы 500, но мы принимаем 100. Как эти расчеты происходят? Ограничений никаких нет. Вы знаете... Откуда цифра 100-то появилась? Почему именно 100, а не 101, 150, 95? Владимир Александрович уже приводил цифры туда, что вот у нас по итогам 2018 года из 100 человек, которые получили вот это вот разрешение, 78% они выбыли, уехали из Российской Федерации. Поэтому, ну, как-то смысл расширять, увеличивать, да. А отрегулировать пока мы никак не можем. Не можем же мы их заставить остаться там, например, или не уезжать. Никак. То есть вот такая опасная ситуация. Давайте вернемся, остается просто очень мало времени. Вы сказали, Владимир Александрович, что должна собрать... Вот что касается студентов, все сходятся на том, что обученные здесь молодые, здоровые люди, которые хотят здесь остаться, работать, семью организовать и жить, мы в этом заинтересованы. Все заинтересованы, все сейчас кивают. Для этого должна собраться комиссия, которая предполагается, что решит этот вопрос раз и навсегда. Когда она соберется, где, что мешает это сейчас делать прямо? Я не думаю, что надо, во-первых, до студентов довести. Я вот сейчас для себя делаю просто вывод о том, что нам надо все-таки сначала собраться с студентами и разъяснить те положения, которые сейчас существуют. Для того, чтобы сами студенты могли тоже делать выбор осознанный. А что они хотят... Путь наметить, да, конкретно, сроки представить себе. Да, какие пути, пути, какие что. Потому что просто комиссия не может навязывать студентов. Ты вот так пойдешь, ты вот так пойдешь. Ведь жизненные планы у каждого свои. Для себя я бы на первом... Ну, первый этап я для себя как бы обозначаю о том, что надо, наверное, может быть, на базе даже Дружбы народов дома, где у нас существует... Там есть зал. А может быть, на базе какого-то ВИАТГУ. Да, из ВУЗов каких-то. ВУЗа, да. Довести те вот изменения, ответить на их вопросы, почувствовать... То есть нам тоже почувствовать общий коллективный пульс этих студентов. Но все равно комиссия должна будет индивидуально каждого принимать и обсуждать, и советовать. Ну, это в дальнейшем уже, вот когда будет уже сформирована окончательно комиссия при правительстве, которая будет определять, кто может участвовать в кодной кампании, кто не может участвовать, тогда это тоже для них важно. Комиссия будет при Министерстве внутренней политики? Мы не можем это сказать, потому что у нас, насколько я проинформирован, законопроект в правительство внесен. Правительство должно его сейчас либо одобрить, либо на доработку. А кто внес в правительство? Правительство внесло МВД России. А когда? Оно его внесло в конце прошлого года. И сейчас, как только... Потому что первоначально изменения были проведены в 2017 году, должны были вступить с 2018 года. Однако, когда были подготовлены подзаконные нормативные акты, Минюст не пропустил их, ввиду того, что основные положения не были прописаны в самом законе. И в связи с этим сейчас вносятся изменения сначала в закон, для того, чтобы определить вот этот каркас, каким образом должна работать эта комиссия. И поэтому сейчас мы как бы больше ожидаем вот этот вопрос решения. Я хочу добавить, что вот в 2015 году как раз это предложение мы выносили, чтобы разделить категории получения с квот и без квот идти. Вот это наше предложение ухватили Самарскую область, понимаете, общественная палата. И они уже по этой программе работают. И даже квот они больше получают. В этом году, у меня память не изменяется, Самарская область, по-моему, 3500 квот получил. Ну, что интересно, Кира, если кто подал, не успел получить, уезжает туда, меняет уже место жительства, получает там, естественно. Потом уже у кого-то работа связана, они переезжают только тут где-то погостить, работать, уехать туда жить. Получается, мы отталкиваем от себя, во-первых, налогоплательщиков, а во-вторых, тех потенциальных людей, которые хотят жить, оставаться. Здесь нужно учитывать еще один момент о том, что РВП – это жесткие рамки осуществления и проживания. То есть вы, соглашая и получая РВП, вы соглашаетесь на то, что в течение трех лет вы будете проживать в данном регионе и трудиться в данном регионе. Основания для переезда, только личные, это заключение брака. И по месту жительства одного из супругов можно изменить место жительства. Да, да. И следующий вопрос, значит, извините. Да. Следующий, значит, если мы хотим увеличить квоту, то мы должны тоже это обосновать. Почему именно мы хотим увеличить эту квоту? Потому что просто так увеличить. Миграционная служба имеет право увеличивать, получить на второе полугодие, подать в Министерство Российской Федерации. Подает правительство. Нам нужно помочь, обосновать, почему мы хотим увеличить. Я так понимаю. Дмитрий Андреевич, два слова буквально. Да, уважаемые коллеги, слушатели, я бы хотел сказать то, что не стоит зацикливаться именно на квотах РВП. Не стоит зацикливаться. Повторюсь, у нас с прошлого года новая программа действует. Она более престижная, различные выплаты идут, подъемная, компенсация... Это переселение вы имеете? Да, 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 компенсация проезда, значит, можно оплатить медицинское свидетельствование, значит, найм жилья, повышение квалификации, ну и так далее. Поэтому она более престижная, чем РВП. Время программы неожиданно закончилось. Я не помню последних эфиров, которые так бы быстро у нас протекали, вроде бы только начали, есть еще о чем поговорить, но очень хорошее, мне кажется, Азиз Алиевич, здесь было вот сейчас решение озвучено Владимиру Александровичу, надо сделать срез, встретиться со всеми студентами. Я думаю, что обе службы готовы встретиться, рассказать обо всех возможностях, получить фидбэк, обратную связь буквально везде. Ну, странно, что Министерство внутренней политики как бы не участвует в этом вопросе, как будто их развитие Кировской области не интересует. Мы приглашали сотрудников Министерства внутренней политики. Они пока не пришли, но мы их еще раз будем приглашать. Непосредственно их работа. Вот, поэтому эта встреча была бы очень показательной, возможно, после ваших разъяснений, часть вопросов участия студентов снялась бы. Дальше мы, получается, ждем организации вот этой комиссии, которая будет решать вопросы на уровне правительства. И само правительство должны тоже пригласить. Мы со своей стороны берем обязательство, запрос правительства сделать. Сделать, да. Пригласить их сюда и продолжить разговор. Или, наверное, через общественную палату по комиссии, чтобы побыстрее они его создали, по большому счету. А вот эти встречи со студентами... Мы не имеем права, мы можем рекомендовать. Ну, письмо-то можно написать. Хорошо, напишем. А вот эти встречи с студентами, Александр Ильич, наверное, они не один раз должны, как бы, они, видимо, как-то регулярно, основа должна какая-то, потому что законодательство очень быстро меняется. Просто невозможно, как быстро меняется. Давайте начнем с этого. Благодарим наших сегодняшних гостей. Илону Русейнов, Владимир Шендориков, Дмитрий Кротов. Программа «Союз нерушимый» на сегодня завершена. Ази Сагаев. И Светлана Занько. Всем большое спасибо. 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 Союз нерушимый.